Друзья, всем привет! Начинается большой проект у меня на канале, в котором буду показывать, как делаю гостиную и кухню в моем доме, которые представляют собой единое помещение. Ну и, как вы помните, первые пару лет жизни моего дома, эта самая гостиная была моей первой мастерской. Ну и вот, наконец-то, настало, так сказать, ее время. Соответственно, решил вам показать все, начиная от отделочных работ. Собственно говоря, начал с подводки проводов и установки подрозетников, гнезда под которые традиционно делал коротками по дереву. Распределительные коробки и подрозетники предварительно сажал на клей пену, временно поджимая все куском фанеры для выравнивания с плоскостью стены. Что касается параллельного соединения групп розеток, тут я решил применить гибкий кабель с гильзами, с которым установка в подрозетниках стала куда проще. Честно говоря, я изрядно намучился с установкой первой группы из трех розеток с жестким подводящим кабелем и перемычками в 2,5 мм. Может быть, с более глубокими подрозетниками было бы проще засовывать все внутрь, но у меня уже были куплены стандартные на весь дом. Соответственно, с гибким кабелем все засовывается проще на порядок и нету опасности обломить кабель при установке. Главное не забывать про гильзы наконечники. В блоках из трех розеток заземление имела лишь одна, поэтому желтый провод не разводился, а лишь соединялся посредством клеммы розетки с заземлением. Но это касается розеток для аудио-видеоаппаратуры, в кухонных же блоках все розетки с заземлением, и, разумеется, до установки фартуков устанавливать их я не стал, а лишь вывел хвосты нужной длины. Далее приступил к штукатурным работам и первым делом замазал все штробы ротбантом. Да и в принципе на этом можно было бы заканчивать, так как относительно стен было принято решение делать лофт. Но все же глубина лофта лежит в довольно большом диапазоне, да и для детей выпирающие бетонные части из стен категорически противопоказаны. Поэтому я все же решил по максимумам благородить стены под покраску. Прежде всего нужно было избавиться от выступающих частей бетонных колонн, которые не совпадали с плоскостями пеноблока. В ход пошел тяжелый перфоратор, и спустя некоторое время все лишнее было превращено в пыль. По заплаткам на колоннах видно, что строители в свое время тоже сдалбывали еще нечто более выпирающее. Видимо, с опалубкой под колонной тут не задалось. Кому интересно, на канале есть более 60 видеоотчетов о стройке этого самого дома. И если не брать периоды устаканивания фундамента и армопоясов, то я старался снимать результаты каждого дня. С этого, собственно, канал когда-то и начинался. Ну и замешивая штукатурку частями, принялся выводить стены. Разумеется, никаких маяков, так как задача была лишь вывести плоскости покладки пеноблока. Где-то приходилось сглаживать гуляющие ряды блоков, где-то убирать переход с блоков на армопояс, но забегая вперед, скажу, что на все это помещение в 53 квадратных метра был потрачен один неполный мешок штукатурки и пару ведер готовой латексной шпаклевки, которая пошла на замазывание микротрещин вкладки, которые образовались в первые годы из-за усадки дома. Как известно, по технологии пеноблок умеют класть лишь единицы, поэтому все компенсируют с толщиной шва, которые обычно делают чуть ли не по сантиметру. И вот эти швы, особенно вертикальные, очень часто бывают пустыми, через которые после усадки и появления микротрещин начинают неплохо сквозить. Существуют блоки с замком, но они существенно дороже, поэтому особенно к вертикальным швам нужно подходить с особым пристрастием. Короче говоря, увлекся я не на шутку и довольно прилично выявил все стены этого помещения, при этом не применяя тонной штукатурки, как это обычно принято. Та часть, что будет закрыта кухонной мебелью, разумеется, была подготовлена попроще, ну а те части, которые по плану будут постоянно представлены взору, соответственно, со всей аккуратностью. С другой стороны, даже если не брать в расчет легкий лофт, то все эти небольшие косяки видно только пока ты в них участвуешь. После декорирования и появления мебели все это будет лишь задним фоном. Далее с оконных проемов пришлось снять обрамляющий F-профиль и за место него с помощью шпателя приткнуть укрывающую пленку, чтобы защитить окна от пыли, грунтовки и краски. Компрессор пришлось выкатить из-под приемного стола ленточной пилы и поставить на середину мастерской, чтобы ничего не препятствовало его охлаждению. Продув все части радиатора и приоткрыв немного окно, через блок подготовки воздуха вывел все это дело на улицу и, используя все свои шланги, которые только у меня были, довел линию прямо до дома, заведя воздух через уличный летний водопровод. Ну а чтобы не бегать за регулировкой давления, использовал свой краскопульт с редуктором давления. Соответственно, в линии было 6 атмосфер под задачей орбитальной шлифмашинки, а краскопульт сам своим редуктором понижал, как было задано. Таким образом, я избавился от дикого грохота трехфазного компрессора у себя дома. Стены шлифовал пневмоорбиталкой с сороковым зерном, которое, в отличие от сетевой, вообще никак не греется. Как вы помните, в новой мастерской я впервые опробовал для себя такой вариант отделки, но там пришлось шлифовать большим трайтоном, которому постоянно нужно было давать перекурить вследствие закрытого воздухозаборника пароизоляцией, которая, к тому же, сразу забивалась бетонной пылью. С пневмомашинкой такой проблемы нет, и нужно лишь не забывать подливать масло в лубликатор. Я не стал заливать масло в блок подготовки воздуха, чтобы не замаслить саму водопроводную трубу, по которой был осуществлен вход в дом. Ну а сам блок выгоднее было поставить именно в мастерской, чтобы не дать возможности конденсату попасть в уличную линию, ибо тогда еще проскакивали морозы и не хотелось, чтобы линия замерзла. Поразительно, но пыли в этот раз было на порядок меньше, чем от шлифовки стен в мастерской. Конечно, у Трайтон и Эксцентрик вдвое больше, но по пыли разница просто небо и земля. После шлифовки прошелся пылесосом прямо по стенам, которые удерживали каким-то волшебным образом всю эту пыль на себе. Ну и, собственно, перешел к грунтованию стен, где сразу вылезла проблема. Грунтовка у меня оказалась только белой, и совершенно не было понятно наверняка, где уже покрыто, а где еще нет. По большей части такую подставу сделала шпаклевка, которая также была идеально белой. Понимая, что с последующей покраской будет еще веселее, я решил немного подкрасить грунтовку первым попавшимся темным колером. Это, безусловно, улучшило ситуацию, придав грунту розоватый цвет, но до конца не решило. В то же время работать краскопультом в постепенно образовываемомся тумане было очень непросто, поэтому я решил переключиться на старый добрый валик, которым и быстрее все это делается, и куда понятнее, как все ложится. Краскопульту оставил лишь задачи подлезать в труднодоступные части и высокопористые поверхности, которыми как раз были армопояс и колонны. На следующий день перешел к покрасочным работам, которые также решил производить валиком. Никаких тонов задавать я не стал, ибо очень хотелось максимум света, да и декор все разбавит. Плюс все это дело многократно будет изрисовано и покоцано детьми, и тут опять же отсутствие колера дает возможность быстро все поправить белой краской. Краска хоть и дешевая, но довольно густая, оттого в чистом виде проходить через краскопульты она не захотела. Разбавлять уже не схотел я. Подтеки и все такое, решил, что не умею пока еще с этим правильно обращаться, поэтому валик. Слоев, конечно, пришлось уложить немало, чтобы скрыть все клеевые швы и цвет бетона. Соответственно, где будет кухонная мебель, там выделываться не стал, а в остальном до 4 слоев. Все довольно быстро, единственное, несмотря на то, что латексная краска сохнет очень быстро, последующий слой наносить стоит все же через несколько часов, чтобы не появлялась мокрая прозрачность. Абсолютно мутнеет краска только на следующий день, и таким образом за 3 дня удалось наглухо закрасить стены без каких-либо просветов. Армопояс покрывал кистью, совершенно не жалея краски, чтобы закрыть все поры бетона. Но через какое-то время еще раз проходился узким валиком, чтобы загладить мазки. Таким образом, самые темные поверхности удалось победить всего за 2 прохода. Перед началом строительного сезона, все же еще раз повторюсь, подходите к кладке газа и пеноблока с особой скрупулезностью, так как от этого сильно зависит и теплоемкость строения, и будущие затраты на отделки, которые, как известно, порой больше или равны строительству дома. Соответственно, сделав стены по технологии, можно прилично сэкономить, я вот в свое время этого не знал, но с вами обязан поделиться. В следующем видео по отделке речь пойдет про потолки, а вообще, поскольку ремонт дело сердитое и времени на масштабные проекты нет, предлагаю что-то а-ля еженедельных влогов с обзором всего, что творится в доме и мастерской. Туда же можно вставлять какие-то небольшие проекты, которых скопилось порядком, может быть, про какое-то оборудование кратко рассказать. В общем, пишите свои предложения, а я пошел дальше заниматься потолками. На сегодня у меня все, спасибо за внимание, друзья, и всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok